Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триками отметились Мэтт Болди, Давид Перрон, Мэттью Ткачак, Ноа Грегор, Леон Драйзайтель, Алекс Таг и Давид Пастерник. А Картер Верхеги в матче против Коламбуса отгрузил покер. Никита Кучеров вышел на 13-е место по очкам Ванхайл среди россиян. Андрей Кузьменко обновил рекорд Ванкувера по очкам для дебютантов, выбив 69 баллов. Кирилл Марченко установил рекорд Коламбуса по голам за сезон для новичков, забросив свою 21-ю шайбу в сезоне. Всего лишь третий раз в истории Ванхайл пять хоккеистов забросили по три и более шайбы в один и тот же игровой день. Эрик Карлсон повторил рекорд 21-го века для защитников по числу голевых передач за сезон, а Джейсон Робертсон побил рекорд Далласа по очкам за сезон, уже набрав 97 и опередив самого Майка Мадану. А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 25-я. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. В хоккее иногда все просто. Отдал, открылся. Именно так поступил Андрей Кузьменко. А когда в партнерах Элиас Петерсон, пас нужно ждать всегда. Шведу не составило труда с разворота выдать точнейшую передачу на крюк партнеру через несколько соперников. Красиво! Блестящая командная работа игроков Баффало в меньшинстве. Джек Куин запрессинговал соперника, отобрал шайбу и выдал точнейший пас с разворота. Алекс так, в свою очередь, грамотно открылся и двумя движениями разложил вратаря, попутно оформив таким образом хет-трик. Один из самых удивительных сайвов в карьере Джонатана Квика. Американец потерял ворота, находился в неудобной позиции, а в соперниках был Леон Дрейзайтель. Вытянутая, как шпага, клюшка, внезапно для всех оказалась непреодолимым препятствием для немецкого форварда Ойлерс. Удивительно! А тут мы представляем вам золотую троицу вратарей, которые показывают, как надо играть в ближнем бою. Сергей Бобровский справился с двумя подряд бросками нападающих от Тавы. Второй так вообще намертво забрал. Джонни Годро находился один перед воротами Игоря Шестеркина, но переиграть россиянина не смог. Шикарная игра ловушкой от голкипера Нью-Йорк Рейнджерс. Астерд Скиннер не повелся на все финты Адриана Кемпи и также ловушкой вытащил бросок нападающего Кингс. Момент был динамичным и довольно красочным. Классическая двоечка в исполнении нападающих Эдмонтона. Леон Драйзайдель на пути к воротам очень технично убрал со своего пути защитника, чем освободил себе кучу пространства для передачи партнеру. Эвандер Кейн был готов и, конечно же, замкнул этот пас. А тут отметим сразу несколько человек. Ну, во-первых, мяч Марнер головой переправил шайбу на ход партнеру. А на другом конце площадки Кевин Ланкинен успел на перемещении обокрасть Калли Ярнкрука. Вот это красотища, конечно! Булиты не самая сильная сторона Валерия Нечушкина, но раз до него дошла очередь, то надо показывать товар лицом, и он показал! Спокойный обыгрыш, после которого длинными руками можно обвести любого голкипера. Получилось как надо! Ну а сейчас минутка полезной информации. Фоксы, кто живет в Питере или области, мы хотим порекомендовать ледовую арену «Озерки». Находится в живописном месте недалеко от станции метро «Озерки». Ледовый комплекс включает в себя две стандартные и одну малую арены. Каждая оснащена необходимым оборудованием для посещения и занятий спортом. А в бросковой зоне наших друзей вы можете работать над эффективностью броска, развивать и совершенствовать технику, точность и скорость. Арендуйте как всю бросковую зону, так и несколько дорожек. А если ты вратарь, при помощи тренажера «Шейбомет» подготовка будет еще эффективнее. Вся информация в описании ролика. Борьбу на пятачке с защитником проигрывать нельзя, иначе получится гол, который забросил Сэм Стилл. Нападающий Миннесоты шикарно отборолся и, не глядя на ворота, бросил с неудобной руки так, что у Александра Георгиева не было ни единого шанса. Прекрасный рабочий гол. Джеймс Раймер господствовал в матче против Джетс. Сначала он совершил вот такой двойной сейв после двух убийственных бросков. Получилось невероятно красочно. А затем он поддержал вратарский тренд этого сезона по отражению бросков клюшкой в воздухе. Когда вратарь играет вдохновенно, это дает силы всем полевым. Кэндри Миллер довольно немаленький человек. Но вы только посмотрите, что с ним сделал Джордан Гринуай. Нападающий Баффало своим могучим корпусом закрыл любые подходы к шайбе и завершил свой впечатляющий силовой проход броском одной рукой. Чистейшая мощь. Первое место. Джордан Гринуай. Баффало Сейберс. Нельзя капитану команды играть так, как сыграл Ник Сузуки. Натурально привез гол в свои ворота. Но Антон Лунделл показал свое великолепие при всем при этом. Очень технично разложил вратаря. Тот момент, когда за одного стыдно, а за второго радостно. Бонус недели. Голы в пустые ворота обычно однообразны и скучны. Но в этот раз Миккор Антонин добавил этому элементу немного остроты. Парашютик со своей половины и шайба от перекладины опускаются за линию ворот. Попроще сыграть? Не, не слышал. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите нас в телеграмме. С вами была команда Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока.